Бабушке Рахиме 77. Все эти запасы разного хлама, по словам соседей, она собирала на своем участке не одно десятилетие. Объяснить, для чего и все это, она толком не может. Но на то, как грейдер вывозит огромные горы мусора, смотрит почти со слезами. Как мне жалко. Я из леса таскала руками, тележками таскала. Вот как мне жалко. Уже шестой год я пищу не топлю. Вот около забора я лежу, постелы у меня. Вот здесь постелы убрали, сюда половину, здесь половину выбросили. Дом бабушки Рахиме от старости развалился. Летом она спит на участке, зимой берут на ночлег соседи. По их же словам, разрешить ситуацию не пытаются уже много лет. А бику Рахиму, как ее называют здесь, на Татар-базаре, оставить без помощи жалко. Но и сил терпеть антисанитарию, исходящую от участка, больше нет. Муки вот. Вот такие черные муки. Откуда они висляют? Оттуда. Запах туда, сюда. И хамеков, что только тут нет. Вы же сами видели. Попытки ликвидировать свалку на участке местные жители совместно с властями района предпринимали не раз. Но каждый раз Рахима Боязова была против. Мы делали две попытки отсюда убирать. Часть убирали, потом обратно появлялась. Второй раз убирать она вообще не дала уже. Поэтому частную собственность мы тоже не можем нести. Там пытались мы через наши федеральные органы, тоже власти. Но закон не закон сегодня, защита частной собственности, ничего не сделаешь. Говорить бабушку Рахиму вывезти весь этот мусор удалось старшему по улице Ренату Хамедулину. Он, пожалуй, единственный, кому она прислушивается. Сейчас в планах у Личкома предпринять следующий шаг. Устроить Рахиму Боязову в дом престарелых, чтобы у нее круглый год была крыша над головой.